Мы любим нашу школу, но сейчас очень мало кабинетов, консультации проходят в коридорах, ничего не хватает толком. Хочется школу построить. Школа будет просторной, будет хорошая раздевалка в спортзале. Им не хватает простора и самых простых человеческих условий, например, теплого туалета. Пока здесь уборные только на улице. А еще переполненные классы и большие надежды на эту масштабную стройку. Сегодня с проверкой в Хомутово приехали председатель правительства области и мэр Иркутского района. По типовому проекту здесь возводят здание из восьми блоков. В нем, кроме кабинетов, будут спортзал, столовая и собственная котельная. Школу на 725 мест. Не просто ждут. В ней остро нуждаются. Эта школа рассчитана у нас на 190 мест, обучается 570. Сегодня, по нашим подсчетам, мы должны уже будем принять более 130 первоклассников, а сможем посадить только два класса в количестве 48. То есть проблема эта очень огромная перед нами встанет. Наверняка школа пойдет в три смены, чтобы не хотелось. И так мы переполнены. Вот только к первому сентября сдать школу не успеют. Строительство рассчитано на четыре года, но подрядчик обещает справиться к концу 2019-го. Из районного, областного и федерального бюджетов на новую школу потратят 680 миллионов рублей. А в деревне Турская есть только малокомплектная начальная школа. В ней учатся 18 человек. Летом здесь заменили фундамент, утеплили стены, провели горячее и холодное водоснабжение, обустроили столовую и теплые туалеты. А в соседней деревне Галки к начальной школе пристроили еще и спортзал. Этому учебному заведению без малого сотня лет. В 1927 году под школу приспособили амбар. Ну, конечно, детям очень нравится. О чем вы говорите? В каждом классе теперь раковина, мыло, все. Можно помыть руки в туалет, не надо бегать куда-то далеко. Все у нас находится в одном помещении. 2018-й стал годом перемен для школ Иркутского района. В этом году темпы снижать не намерены. В 2018-м году начали в Иркутском районе строить три школы и в 2018-м же году запустили две школы. Это молодежный и горячий ключ. В 2018-м также начали строить комутово, луговое и грановщина. Темпы идут нормальные. Это благодаря, конечно, губернатору и нашему правительству. Строительство и ремонт школ – часть большого пятилетнего плана развития Иркутской области. Ключевая задача – это обеспечить качественный уровень образования, уровень медицинского обслуживания с тем, чтобы это было возможно получить там, где ты живешь. Как только меняется инфраструктура, люди остаются. Они не поедут в другое место, потому что зачем ехать, когда у тебя все здесь есть. Марина Беклемишева, Константин Синицын. Новости сейчас.